всем привет дорогие друзья с вами джокер и давненько на моем канале не было видео в общем то это будет такой вот редстоун туториал на даже это будет видео ответ на видео экземпл по комнате с двигающимися стенами в общем то я сделал вариант намного компактней ну и давайте сейчас посмотрим и в конце видео я расскажу почему не выходили видео и вообще дальнейшую судьбу канала в общем что мы видим перед собой мы видим такую вот комнату 5 на 8 блоков и здесь видим две кнопки если мы нажмем на одну из этих кнопок для любую то у нас начнут сдвигаться стены как вы можете заметить и закрывается проход вот стены сдвинулись и все и у нас закрыл и у нас так у нас закрылся полностью проход вот закрылся проход и стены сдвинулись так как эта схема выглядит так давайте закроем схема выглядит вот так то есть компактно компактно значит давать сейчас я и вам ее построил расскажу так как она работает здесь я вот это уберу так давайте сразу я очищу инвентарь возьму все что мне нужно так так redstone и repeater все значит что мы делаем первую очередь в первую очередь мы ставим вот так вот наш что у нас дробь вот дальше мы ставим печку печка нам уже не понадобится поэтому я возьму вместо неё вместо неё кварц вот он кварц так вожу один кварц сюда и теперь я ставлю здесь поршень ну так дальше ставлю блок redstone и так правильно правильно вроде как дороге как правильно в общем то дальше я ставлю здесь блок здесь бог да кстати забыл вам сказать что нужно сделать во первых нужно построить комнату 5 на 8 блоков то есть вот так вот пять блоков и вот так вот восемь блоков разместить вот такимioso образом все поршни поставить так песок и рядом с песком поставитьowy ну что же давайте продолжим а здесь мы ставим компаратор и здесь мы также ставим редс тоун дальше мы ставим блок блок, redstone-факел и redstone-факел. Я немножечко подсмотрю, потому что схему я делал давно и уже немножко ее подзабыл. О, здесь можно блоки для красоты поставить. И теперь самая главная часть схемы это наш, так сказать, таймер на воронках. Я его сделал на воронках, то есть вот таким вот образом. И точно так же мы делаем вот здесь. Так, давайте сделаем это все дело вот так, вот так, вот так и вот так. Все. Дальше мы от этой воронки и от этой воронки выводим компараторы. Таким вот образом. Правильно? Правильно. И дальше возле компараторов ставим репитеры. Так, пардон. Так, и дальше что мы делаем? Мы делаем следующее. Оставляем вот таким вот образом блоки и здесь точно так и делаем. Сделаем вот такую вот как бы платформу. Это нам будет по помощи. И с другой стороны мы делаем то же самое. Выставляем вот так вот блоки и вот так блоки. Дальше мы ставим репитеры на максимальную задержку. Выставляем с одной и с другой стороны репитеры на максимальную задержку. Так. Так. Вот так и вот так. И прокладываем здесь везде редстоун. Вот таким вот образом. Дальше делаем с другой стороны то же самое. То есть выставляем репитеры и ставим на максимальную задержку. Так. И здесь делаем то же самое. Вставляем все репитеры на максимальную задержку. Все. Теперь проводим редстоун. И я не помню одного. Да, и здесь тоже получается репитер на максимальную задержку. Здесь и вот и здесь. Все. Так. Дальше мы получается ставим вот таким вот образом блоки. Вот так. Здесь мы ставим кусочек редстоуна и здесь кусочек редстоуна. Здесь мы ставим тоже репитер на максимальную задержку. И здесь тоже репитер на максимальную задержку. Все. С другой стороны мы делаем то же самое. То есть ставим блок так, блок так и блок вот так. Дальше блок вот так и блок вот так. Ну и сверху еще. Здесь redstone, здесь redstone, здесь повторитель на максимальную задержку и здесь повторитель на максимальную задержку. Все. Схема готова. Осталось только сюда запихнуть любой дроп, который можно и все. Кстати, зачем вот эта вот схемка? Она для того, чтобы когда мы нажимали на кнопку, вот этот вот redstone блок, он получается поршень поднимется и не будет опускаться вместе с этим redstone блоком. Тем самым он заблокирует вот этот вот дроппер. То есть сюда можно хоть три предмета положить и ничего не будет. И вот это вот как бы еще служит тем, чтобы там схему нельзя было остановить, в общем. Все правильно я сделал. Вроде все правильно. Давайте еще раз проверим. Да, все правильно я сделал. Можно проверять, так сказать, эту схему на практике. Давайте ее проверим. Нажимаем на любую кнопку. Так, в смысле? Либо у меня лаги. А, наверное, нужно сделать вот так. Переставить блок. Давайте еще раз попробую. А, стоп. Давайте на эту нажмем. Вот, начали сбегаться стены. И все окей. То есть здесь небольшой баг происходит. Особенно на новых версиях, заметно. Когда такой вот баг происходит. Я сейчас на 1.8, а я строил на 1.7. Схему. В общем, вот такая вот схемка. Вот, кстати, у нас проход закрылся. Вот для чего нужны были эти поршни. Такая вот довольно компактная схема. Еще раз говорю, это видео было видеоответом на видеоэкземпла. Ссылка на его видео, на его версию данной схемы в описании. В общем-то, теперь я скажу, почему не было видео долго. Во-первых, у меня были запары с учебой. Очень жесткие запары с учебой. Также личные небольшие проблемы были. Вот. Теперь я постараюсь почаще выпускать видео. Хочу все-таки возобновить старый проект Безумные приключения. Только на новой сборке. Все-таки канал, как бы, Майнкрафт и все дела. Ну и попутно, естественно, я буду снимать какие-нибудь видяшки по играм. Допустим, пройду, там, Far Cry 3 на запись. Или, там, 4 Far Cry пройду на запись. Там, Assassin's Creed какой-нибудь. Или вообще какие-нибудь стратегишки, допустим, там, Stronghold, Warhammer и так далее. Кстати, можете написать в комментариях, что бы вы хотели увидеть на моем канале. В общем, всем спасибо за просмотр данного ролика. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Ну а с вами был Джокер. Всем удачи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok